Я люблю говорящих в полголосах. Ведь в полголосах говорящие все, как правило, настоящие, да с дымящимся кубом совести, я люблю говорящих в полголосах. О влюбленностях и о горестях, и о счастьях, и о несчастьях говорят без какой-либо гордости, и не слышат в соседней комнате непричастные говорящие. Я люблю говорящих без пафоса, без строки, припасенной за пазухой, чем-то высшим и нежным заполнены, чем-то важным и нужным заполнены. Все заминки их до всей паузы, пусть не первые, да не ловкие, некрасивые, да не стройные, только честные, только скромные, непрекаянно беспокойные и отчаянно беспилотные. И не слышат в соседних комнатах, что они говорят, притихшие, что творится в их тихих омутах, что хранится в их горьких оплотах, не расслышать даже Всевышнего. А когда говорящие в полголоса вдруг нисходят до крайнего шепота, будто тихой полоской шелковой, он скользит вдоль открывшейся пропасти, вот тогда это слышно космоса. Вот тогда это слышно, Господи. Добрый вечер, здравствуйте. Для тех, кто часто ходит на мои концерты, сегодня будет не очень много новых текстов. Это, в принципе, вы все это уже видели. Это отрывки из глупых историй, разные отрывки из... Сейчас. Вот из такой книжки, из поэмы «Ночная речь». Вот книжку я не зря показал, я про нее еще скажу. Вот. И если это будет такой вот, ну, как бы, калаш из всего этого, такая программа, но мы будем исполнять это вдвоем. И это будет такое, как бы, два взгляда, мужской и женский на одно и то же. Вот. Ну и потом, возможно, мы, если вам понравится, если все получится сегодня хорошо, а для тех, кто выступает на сцене, он знает, что получается все хорошо не только от выступающих, а тех, кто сидит в зале, я сейчас так все на вас переложил. Вот. Если у нас все сегодня получится хорошо, если нам это понравится, если вам это понравится, то мы продолжим это и сделаем какие-то мои старые спектакли, какие-то новые спектакли сделаем. Камила Ратунда на этой сцене. Слышно? Слышно? Слышно. Будем надеяться, что все хорошо. Да? Если что, я тебя уволю просто. Среди ключиц и плеч звучит ночная речь, ее нельзя сберечь от непроизнесения, и так умеет сечь лишь нефть и семья. Ночная речь о чем? Вот женщина плечо, вот от часов на стены, и вот ты, что обречен внимать вселенной. Во что ее облечь, то перечень не встреч со всеми, кем оставлен тех, с кем уже не лечь, а ляжешь, не развлечь огромный спальник. В ней шепот затаем, грамматика имен и азбука в морщинках, места, где был влюблен тех, с кем кончал вдвоем, где на ней лишь белье шумит машинка. Плывут в ночи авто, но слышишь песни китов, и плещется лагуна из раковин и ртов, и в нем лишь гул. Ночная речь звучит, как синтаксис ключиц, союзов, губ, частиц, и жаждешь ее морзы, но звук неразличимый. И в зеркалах мучит какой-то монстр. Кто ты? Гляди, гляди, разваленный седин, щетина, грязь, в груди зашедшийся осколок, а в уголках сидит остаток скорби. И этот человечек, знаток ночных наречий, услышишь речь такую, пусть растолкует. Она о том, чего ни ртом, ни вслух, ни в голос, так смять пальто, сорвав платок, шагнуть в поток, оставив гордость. Да нет, не так. На горячем там треск сигареты, и ты, и тавы, двое там, где ночь и лето. Нет, речь ночей. Лишь без ключей, такси и бегства. И дом ничей. Вместо черт, любимых черт, родимых черт. Лишь черт и бездна. Представь вокзал. Беглец, зигзаг, аптека, угол. Пружейный зал. Взглянувший за, узревший утро. Уверен, стой. Все звук пустой, все треск фанерный. Речь ночи. Стикс. Не сжать в горсти, не привести ее. Пример. А вот, допустим, одна женщина сильно отличалась от своего мужчины. Ну, мужчины и женщины и так отличаются. Но ведь есть пара, у которых все совпадает. Вот он пьет чай без сахара, а кофе с одной ложечкой. И она так же. Вот она любит этого писателя, а этого терпеть не может. И он так же. Вот он не любит шумные компании, а она на вечеринках не знает, где встать и как смотреть. Они, может, даже на такой вечеринке познакомились, нашли глазами друг друга, замесили смущение друг друга. Улыбнулись друг другу галками губ. И поняли, что они не одни на этой вечеринке, на этом празднике жизни. На этой планете. А вот нашей женщине повезло меньше. Но они с мужем во всем не совпадали. Вот она жаворонок, например, а он любит допоздна ссидеться. Для него дело важнее всего, а для нее... Чтобы дом полнять, чаши, и всей семьей собираться за кругом столом. Миллионную подруг терпеть не может. Они же говорят безумно, какой такой бред. Где же, что его дешевле. А его друзья как засядут на кухне, как закурят сигареты на всю квартиру. И до самого утра про политику. Или алкоголь. Он ее пьяный терпеть не может. А она так любит чуть-чуть выпить и танцевать, и целоваться с ним. А ему тошно от этих выходов. Он не любит алкоголь. Он под ним дураком делается. Он любит не алкоголь, чтобы посидеть, подумать, залитнуть. А она не алкоголь вообще не понимает. Как так, не алкоголь? Просто кентер. Фильм обсуждают, поссориться могут. Она говорит... Какое занудство. Про концепт, про культурные отсылки, про внутрикадровый монтаж. А при чем здесь внутрикадровый монтаж, если это смотреть невозможно? У них все плохо. На этом точке, у других все хорошо. И от фильма в восторге оба. И от друзья общие, и разговоры на кухне полночи. Это вдвойне обидно. А знаете, от чего обидно втройне? От того, что когда она ему все это рассказала, вывалила ему это все на одном дыхании, он на нее посмотрел и сказал... Вот глупости придумала. Ну какая разница, кто сколько ложек кладет в чашку кофе или чая? Ну не обязаны люди совпадать во всем. Они друг друга не за это любят. Любить надо различия. Это, возможно, и есть настоящая любовь. Преодоление в себе собственного эго и принятие другого таким, какой он есть. А те, кто совпадают во всем, может, друг друга вообще не знают, потому что не преодолевали в себе себя и на другого не смотрели по-настоящему. Они выбрали легкий путь, понимаешь? А мы выбрали настоящую любовь. Настоящую. Но она ему, конечно же, не поверила, потому что как в такую глупость можно поверить? И она уже хотела с ним разойтись. Ну вот была у него одна подруга, не из тех глупых, которых он не переносил. Одна то ли одноклассница, то ли однокурсница затертого года, о которой она забыла на случай их свелнов. Приехала их в эту подругу на одну ночь. Эта подруга мужу так понравилась, что она была вся такая мудрая и рассудительная. И кино понимала про внутрикадровый монтаж. И про политику могла вообще быть не глупой и интересной. И впервые они общались как-то с мужем так всю ночь, общались очень хорошо. И впервые они с мужем это так хорошо говорили, и все их неравности эта подруга уравнила. А потом муж ушел спать. И наша героиня все рассказала мудрой подруге, ну про их непохожести с мужем. И подруга ей тогда сказала, знаешь, у меня точно так же, точно так же. Да, и она сказала ей. И она сказала, ну какая разница, кто сколько ложек кладет в чашку кофе или чай. Но не обязаны люди совпадать во всем. Они друг друга не за это любят. Любить надо различия. Это возможно есть настоящая любовь. Преодоление в себе собственного эго и принятие другого таким, какой он есть. потому что не преодолевали в себе себя и на другого не смотрели по-настоящему. Они выбрали легкий путь, понимаешь? А вы выбрали настоящую любовь, настоящую. И когда подруга ей эти слова сказала, женщина ей очень даже поверила, потому что это разительно отличалось от того, что говорил ей муж. Формально, по содержанию, может, и не отличалось, но по форме отличалось настолько содержательно, что отличалось вообще. И подруга тогда ей сказала, я написала один стишок, он мне очень помог, я его тебе прочитаю, он короткий. Совпадать одним океаном в глазах, до волны, до нерва, договаривать за друг другом, расти нарочито, близко, сплестись одним детством кассет, сиди дисков, седьмую песню, в тот самый клип, рыдать в том же месте, смотря Амели, совпадать во всем до нельзя, до локона, до болячек, привычек, опечаток Набокова, одним сердцем, кровью, выдохом легкого, что посмотришь и нет их, когда сидят около. И при всем при этом быть такими далекими, такими далекими, такими. А бывает с другими огонь да вода, расходиться во всем везде всегда, даже в самых значительных мелочах, от коварных ложечек, брошенных в чай, до ключиц и ямочек у плеча, в центре хора молчать, в тишину кричать, чтобы одна восторг, а другой печаль, чтобы у строй опечаток, болячек, привычек, мог составить двухтомный учебник различий. Ну а если любить, то, конечно, не высказать и при этом быть бесконечно близкими. И женщине стих очень понравился. Она его как услышала, так все окончательно встала на свои места. Все встало на свои места, слышите? И тогда женщина, со смущенного разрешения подруги, переписала его себе на листочек. Листочек сложила и спрятала в сумочке. И когда сомнения начинали ее терзать, она его перечитывала. У нее теперь была надежда, у нее теперь было оправдание, у нее теперь была осмысленность. Единственное, чего женщина не знала про свою подругу, так это того... Так это то, что подруга через месяц с моим мужем развелась. Письмо из кухни в спальне. Родная, по ходу нам приходит пора расстаться. Родная, весь наш роман, клавиши, клики, пальцы. Родная, я не хотел ответственности, ипотек, почета бабла в темноте, скуки с вином, по субботам Господь упаси детей, еще одного аборта. Родная, детка, малыш, перечень глупых прозвищ. Пока ты счастливо спишь и ничего не помнишь, пишу эти строчки в спальне и с кухней. Нет более дальней дистанции, чем полоска света под дверью. Космос однажды ложится меж теми, кто пишет из света в теме. Родная, прошу, не звук. Пусть мой электронный щебет из соло-постов в фейсбук окончается сим-сообщением. Родная, давай отметим разрыв максимально никак. Прости, что посредством соцсети вживую я не мастак. Ой, если б я мог на устный, отмашь и навзничь насквозь, то этот затянутый узел рубить бы вообще не пришлось. Ой, если б я знал хотя бы, что в спальне не спит адресат, что кроме вай-фая протянут между нами пунктиры в небесах, то я бы забыл тот октябрь, не смел бы вообще писать. Есть круг от настольной лампы, есть тень от меня на стене, есть те, у кого есть талант, но есть шрам на любимой спине. Есть кухня и ночь над ночью, есть голос, что с высших трибун. Есть те, кто умрут за строчку, но есть кто за челку, но и в общем есть те, кто к Богу, и та в чьих ладонях Бог. Есть ты для меня, это много, прости мне такой пилот. Может я тварь, подонок, псих, очепенец, нарк, может есть шанс, по-другому есть. Да вот только не нам, лучше сейчас расстаться, сбежать из постылых лет, клавиши, клики, пальцы, послать сообщения. Нет. А одна женщина, одна мудрая подруга лежала в постели и думала, а вот допустим, мужчина и женщина различны, мужчина и женщина не похожи, мужчина и женщина далеки, но они вместе, но они вместе, но они вместе. И это не та непохожесть, когда какая разница, кто сколько ложек кладет, не та, где любят друг друга за различия, не та, где преодоление собственного эго и принятие другого таким, какой он есть, а это тотальная непохожесть. И вот лежала женщина и думала, не знаю как вас, а меня мучает вопрос, почему такие люди живут вместе. И она лежала в постели и думала, почему они живут вместе. Это сила привычки, но тогда это очень вредная привычка, гораздо вреднее курение. И на сигаретных пачках надо писать не про рак легких, не про зависимость, не про сердечные заболевания, а надо писать, что жизнь вместе, будучи не вместе, убивает. Или они боятся поменять свою жизнь. Но ведь они не боятся водить машину, заводить детей, не боятся больших проектов, голосовать за бомбежку других стран. Они уже взрослые, с ипотеками и кредитами, а поменять жизнь боятся? Почему я рядом с тем, с кем мне все равно, рядом я с ним или не рядом? И она лежала в постели и думала про сигаретные пачки, про чайные ложки, про тугой узел галстука и про то, что надо расстаться, надо расстаться, надо расстаться. Но как расстаться? И тогда она решила представить, а что будет, если я уйду? Если соберу все бесконечные пузырьки, зеркальца, все платья с плечиков, все туфли из ящиков, разорву все интернет-связи, что произойдет? Я просто представлю, я просто представлю, я просто представлю, сказала она себе. Она закрыла глаза и представила. Всю ночь я снилось море. Всю ночь я снилось море. Корабли охрипли, отвлекать его гудками, и горизонты комнаты вдали к рассвету опадали тонкой тканью. Она заочно распрощалась с тем, с кем разделяло море и постели. Всю ночь я снился тихий океан. Из раковин, заваленных посудой, сквозь шум прибоя, подтекавший кран со дна, ее к нему взывало судно. Он оставался безучастным, кто из которой слит был общей глухотой. Всю ночь я снился парусник. Гольфстрим сносил на нет оборванное море. Ей снился он. Она прощалась с ним. Он был влюблен не в комнату, но в воздух, что найден в очертании духов. Не в звук ее дыхания, а во вдох. Всю ночь я снилось море. Но и ночь кончается. Его, почти коснувшись с приливом, не нашла в себе иной возможности быть рядом, не проснувшись. Он не коснулся той, что отыскал. Ее волна не тронула песка. И утро было для двоих отлив. Явило побережье ни разлуку, ни мертвую косатку, ни разрыв. На неизбежность не узнать друг друга. Двум отреченным, двум материкам остался лишь взаимный океан. И она дописала и поставила точку. И мир не рухнул. И ее далекий мужчина спал рядом. И она поняла, что она не уходила по одной причине. Она очень скучает по нему. Иногда она видит его настоящего, и она не хочет его терять. Значит, она любит его? Любит. А зачем уходить от того, кого ты любишь? О боже, как прекрасно то, что называется тобою. Твое весеннее пальто с тугой застежкой голубой. Высокий лоб, разлет бровей от глаз твоих сияний лучиков. Я мало приоткрыл дверей. Ты, несомненно, та, что лучше. О, как прекрасно все твое. Как будто бы стою над омутом. И этой красоты объем не уместить в ладонях комнаты. Твои точеные черты, твои щербинки и зазубрины. О боже, как прекрасно ты, как бесконечно мной разлюблена. На монолог женщин, не ждущие письма. Не погастит окно, что горит напротив. Не допустит ошибку пилот при взлете. Не рассыпется мир на слезы и щебень. Он не пошлет сообщения. Не увидишь на пате счастливых бывших. Не отыщется имя в строке погибших. Не замедлит земля под ногами вращения. Он не пошлет сообщения. Не прорвется труба у соседей сверху. Не посмеет диктатор. Посмеет свергнуть. Не бывает у Бога таких упущений. От него не придет сообщения. Я готова отдать Чертанова, Бруклин, только чтобы не читать его чертовы буквы. Рассмотрите все это в качестве бунта, не открыть Фейсбука. Я готова отдать Амазонку, Волгу, звонкий смех ребенка, непарный орден, только чтобы не выйти изможденным волком при свете Ворда. Я готова молчать, лежать рыбешкой, отказаться от йоги, друзей, пробежки, отключить вай-фай, сесть на дно квартиры, лишь бы отпустила. Пусть в любую погоду садится лайнер. Пусть у всех под фото по сотне лайков, и пусть счастливы будут, куда без них дети. Пусть меня не убьет соцсетью. Пусть погасло окно, что горит напротив. Пусть стоится ИГИЛ в молодом пилоте. Пусть звереет диктатор. Пусть рубль рухнет. Пусть всю ночь просидит на кухне. Дорогой, мне давно уже все известно, ты лелеешь в бездну, а значит, бездна пролегает между нами, и даже млечный путь не будет встречным. Ты мне скажешь, в глазах моих видел Бога, но простую жизнь не писал на Богов. Я, как все, второй план твоего спин-оффа в этом катастрофа. Я никогда, никогда не любила писем, голубей, почтальонов, мобильной выси, смайлов, стикеров, синий железный ящик, папочку входящих. Я не буду спать, свет под кухонной щелью. Я не буду спать, а в карманах щебень. Я не буду спать, божье упущение. Я не буду спать, я не буду спать. Он не будет слать сообщение. А он лежит в постели и думает. А вот, допустим, мужчина и женщина не похожи. Но они вместе. И это непохожесть во всем. И в том, кто сколько ложек кладет в чашку. И в том, когда они любят друг друга за различия, никто же не любит другого за различия. Никто не преодолевает собственное эго. Никто не принимает другого таким, какой он есть. И, допустим, живут такие мужчины и женщины вместе, не зная, как вас. А меня мучает вопрос, почему. Он лежал в постели и думал, почему они живут вместе. Ведь это очень вредная привычка. Вреднее курение. И на сигаретных пачках надо писать, что жизнь вместе, будучи не вместе, убивает. Ведь он взрослый человек. И почти не боится темных улиц, больших проектов, разводить детей, водить машину, голосовать за бомбежку других стран. Он уже совсем взрослый с ипотекой и кредитом, но он так боится поменять свою жизнь. Он лежал в постели и думал, надо расстаться, надо расстаться, надо расстаться. Но как расстаться? Он не знал, как расстаться. И он решил представить, а что будет, если я уйду? Если соберу все вещи, все бесконечные провода и гаджеты, все рубашки из плечиков, все ботинки из ящиков, разорву все интернет-связи. Что произойдет? Я просто представлю. Я просто представлю. Я просто представлю. Сказал он себе. И он закрыл глаза, и он не смог представить. Не смог. А раз он не смог представить, значит, он любит ее. Любит. А зачем уходить от того, кого ты любишь? И он заснул. А когда он проснулся, увидел, что она ушла на работу. И он, переполненный нежностью, прикоснулся к ее платью, которое она выбирала утром, но не надела и оставила на комоде. Он прикоснулся к невыбранному платью, оно скользнуло вниз, а под платьем было письмо. Он подумал, это записка ему. Точнее, он понял сразу, что это письмо не ему. Так как строчки лежали, как в стихотворении, и это было стихотворение, оно было не ему. Уж кому-кому, но точно не ему. Но он узнал ее почерк и соврал себе, что это ему, чтобы прочитать. И прочитал. Про море ночью, про себя, про нее, про их непохожесть. И он стоял с письмом в руки перед упавшим платьем, и ему было безумно горько, ведь даже их непохожесть. Была такой непохожей. И он перевернул листок с ее стихотворением, и на обратной стороне написал свое. Мы слали письма морю. На песке две строчки параллельного курсива. Я верил, ты была со мной счастливой. Я понял после, не была ни с кем. След чашки и иероглиф на виске, все отдано отли. Мы слали письма морю. Я писал в нему и си. В соцветие столетия до глухоты я вслушивался в ветер, подбрасывал в костер, ждал паруса, считал созвездия в темных полосах. Все гасло на рассвете, дошло на кух. Отвернувши кранты, пряпла средь капель, чайных пачек, не робкий плач, но невозможность плача. Бог немоты благословил наш храм, и если голос был доступен нам, то детящим внепрачным. Мы слали письма морю. Письмена ложились на песок и исчезали. Закрой глаза на северном вокзале и больше никогда не вспоминай. Тепавшие безвестность семена, те звонкие, как воздух, имена детей, что мы однажды не назвали. Ночь. Человечество спит, обнявшись самим же собой. Где в ночи обрящий себе свою няшу являет очерк сплетенных коленей, конечностей, спин, ночь, духота. Человечество спит, забыв одиночек. У неспящих есть многое, круг от лампы, и любому двуногому роль атланты неподъемная ноша. В двухкомнатном небе упираешься в стены бессонным взглядом, чтоб не уплыли обои, мебель, все те, кто рядом. Потому речь ночная, река без русла, на таком никаком, что не слышен русский за подвинутым стулом, сверчками каплей летящей вечность. Так молвит тьма, и у тьмы в потьмах вырастают слова, как во тьме эскадра. И мы видим их с пирса, то корабли, и прочтенный список движим вслепую. Не снизив скорость, в комнату входит огромный флот. Тьма, горький стик заполняет рот. Ночь обретает голос. Голос всех тех, кто был днем безголосым, голос сбежавших пожизненно взрослых, тех, кто проснется ночью в сапсане, тех, кому вновь просыпаться к семи, кто не сумел ни друзей, ни семьи, о ком умолчали СМИ, полночь полна голосами. Если не спишь, то уже их слышишь, их миллионы, о них не напишет никто из всеобщего хора хип-хопа. Нечем закрыть бесконечную течь, чтобы хоть как-то спастись от потопа, чтобы хоть как-то озвучить их вопль, слушай ночную речь. Все мы ночная речь. Про волшебные обстоятельства. А вот мужчина бросил женщину, одну мудрую подругу. А у Коли, а у Коли отказали в уколе. Мужчина бросил женщину, одну мудрую подругу. Полюбил, Коля, Леночку глубоко на внутриклеточном. Бросил женщину. Не спасают Колю таблеточки. Нет таблеточек от Леночки. Как от Леночки не отвлекайся, не найти такого лекарства. Никогда не испытывал Коля, такой внутриклеточной боли от нее не спасут. А на волики, в сердце Коленьки, жуткие Коленьки. Даже доктор на Колин запрос накорябал. А Лена минос. И не зная, что делать дальше, прописал доктор Коле Дашу. Даша, Коля, Лена не крашит. Польза Даши невелика. Ну, сидит на постели Даша. Только Лена сидит в ДНК. А у Лены, а у Лены очень схожая проблема. Полюбила Лена Гену глубоко на внутрикле. Мы могли, к примеру, Гену по-банальному сделать геем. И любил бы Геннадий Бо Колю, и прикольный бы был треугольник. И добавили бы сладкой фальши. И любил бы Геннадий Бо Дашу. Ну, а Даша любила Бо Колю, и опять бы вышло прикольно. Только Ген, он не из тех, что страдает от этих утех. Он ни то и не болеет, ни тем. В Генах Гены иммунитет. Про волшебные обстоятельства. Пришли самураи к Ире и сделали ей харакири. Но Ире не было больно, и Ира была довольна. Пришли самураи к Юре и дали ему хачапури. И Юра, не сняв перчатки, сидел в хачапури, чавкал. Пришли самураи к Тане, пред ней обнажили катаны. А Таня такая шепотом катаны толкает. Че это растет из ваших плечей? Зачем вам столько мечей? А самураи ей отвечают. Мы, женщин, любим мечами. Поэтому наши жены толком живут после свадьбы недолго. Выйдут за самурая, от ран умирают. Будете нашей женой, Татьяна. Вам так к лицу смертельная рана, колотая, наживая. Так, чтобы осталась живая. Можно? Ну, если только мечи держать в ножнах. На том согласились, потом поженились, мечи затупились. За месяц медовы накуршевали, мечи заржавели. Дети, уют, ипотека, усталость и тысячи мелочей. Сталь поломалась, ничего не осталось от острых мечей. Мораль звучит просто и грустно. Хочешь хранить острыми чувства? Знай, что от острова и умирают, но и тупым предметом можно убить. Не то, чтобы искусство любить самурая, искусство вообще любить. А вот мужчина бросил женщину? Одну мудрую подругу. А ей так хотелось, чтобы он не уходил. Так ей было больно, что она все пыталась понять его мотиву, проникнуть в них. И чем глубже проникала в его сердце, в его голову, в его душу, тем больше понимала, что ничего не вернуть. И что нет такой ситуации, нет таких волшебных обстоятельств, наборов раз, действий, чтобы он остался. И она так захотела придумать эти обстоятельства. И такие важные слова, сказанные, конечно, шепотом, что написала стихотворение, но так, как будто это он его написал. Потому что это была ее последняя совершенно неоправданная надежда. Она так искала эти обстоятельства, что написала стихотворение, но так, как будто это он его написал. Да, она написала стихотворение как бы от его лица, она написала стихотворение как бы от него, она написала стихотворение как бы за него. Она бы очень хотела, чтобы это стихотворение написал он, хотя бы такое, потому что это была ее последняя совершенно неоправданная надежда. Ее надежды не было оправданий, но она написала, вот, послушайте. Городок из поломанной мебели Человек, переезд, перебутья Часто курит, руки трясутся Говорит, нас по сути ведь не было Ну, ведь не было нас по сути Вот ты вспомни, в крохотной комнате Ничего своего, в стекла дуло Чертов шкаф, полтора хлебких стула Все стихи угрызения совести Да от злобы сведенные с хула Если были, когда двое значимых Что хранили совместное лето То они и прикончили это скрыт по груду Считов, неоплаченных сериалов, тоски Интернета растеряли, разбили, измыслили Ой, так черт об этом судачить Мы в киоске забытая сдача Мы забвение советских, неизданных Ну скажи, разве было иначе? Тут июль не спасти и не вызволить Говорит, снова курит и внемлет он Городку из поломанной мебели Человек, репетиция речи Чемодан, переезд, поздний вечер Он готов ей сказать неуверенным И подняться неловко навстречу Но внезапно она его медленно в темноте Обнимает за плечи Обидно, когда судьбы не сковали Слегка соприкоснутых рукавами Они так рьяно берегли рассудок Не сдвинутые, слегка соприкоснутые И шар земной под ватными ногами Висел на грани, на заветной грани И их миры могли бы быть иными Коль были бы чуть пововремя больными Но чтобы о них мы выше не писали Лишенных встреч с закатными часами Они хранят Того не зная сами всего Одно заветное касание Женщина в реке Он был мне случайный гость Он был мне никто, пришелец Не шепот Далекий шелест всего, что со мной не сбылось И голос, протянутый через И взгляд, проходящий сквозь Казалось, что если б разделись Остались бы так же врозь Подумалась переспать Отдаться в секундную вспышку Я в это вошла и вышла Чтобы это в себе перестать Но совесть, супруг, всевышний Но пальцев горячих пять Легли на мою лодыжку Дальнейшего необъять Там вспомнились дача, ты И солнце во слепших ветках И день бесконечный век И гул самолетной черты Весок, голубая венка И нет невозможной черты, чем мы И нет счастья, наверное, огромней, чем лето Чем ты Мы будто лежали в реке И в том, что тогда не разделись Ни робость была Ни раздельность Ведь все умещалось в руке В лодыжке, забывшей о теле С вином ли, в траве, ли в постели Такого нигде и ни с кем Так близко еще раз осмелюсь Лишь будучи так вдалеке Посмотри, как они лежат Будто им ничего не жаль Ни детей, ни деньжич, ни деньжат Ни попыток сбежать Ни любых пострадавших Среди горожан Посмотри, как лежат, не сгорев Но отдавши свой заветнейший жар Пальцы белые сжав Так и не переспавши Двое в комнате в ноябре И портрет этих двух Ширпотреб Ранний брак Вечный друг Тот же трек Неуют Обоюдный запрет Где случайная вписка На семь сигарет Обернется в последний момент Не падением с пирса Сближением планеты И за тысячи лет Не один, чтоб так близко Посмотри, как они не спят Как не смеют задерживать взгляд Им известен расклад Пусть в их браках распад И они в роли пленных Но так сладок и спят Этот миг, что распят На границе измены Посмотри, как не спят И лелеют свой ад И ждут знаков вселенной Посмотри, им неведомо что Делать дальше с такой широтой Им не нужен сам шторм Перебитый флагшток Им с подручней предштормом Затишья Где падение в ничто Безопасная ниша Так лежат и не дышат Лишь дыхание штор Отблеск фар на кашпо Лишь ладонь на лодыжке Им случилось друг друга сберечь От сплетенных коленей и плеч Нежных кличек, привычек Ни встреч и детей Что они не родили Ни отточенный меч Ни взаимная желч Не разрушит подобных идиллий Им открылась ночная речь Это больше, чем можно сберечь Извини, гудильник Мужчина в реке Я был и случайный гость Я был и никто Пришелец из прошлого шепота Шелест Как будто бы детство Сбылось Я как бы тянулся через Но все проходило сквозь Мы в юности сильно спелись А после остались в розе Я вспомнил ту дачу Цветы В тот день бесконечные века Сквозь солнце во слепших веток Твои проступали черты Стопа, голубая венка Смесь дружбы и ноготы Будто запытого света Коснулся я этой стопы И вспыхнуло Переспать И все осветило то вспышком И в это войдя И вышли На ночах не смогли перестать Да, совесть супруга Всевышнего на пальцах Далеких пять Горели на хрупкой лодыжке А большего нам не объять Мы будто лежали в реке И то, о чем мы не разделись Стоилось в лодыжке, руке И это было запредельно секчу Затяжной пике Свином ли в постели Неделю такого нигде и ни с кем Так близко еще раз осмелюсь Лишь будучи так вдалеке Я стал бросить Я стал носить браслет на руке Простую резинку И перевешивать каждый раз на другую Как только мечтаю о нас с тобой Например, я позвоню и скажу Что все стало ясно И ты засмеешься от счастья И даже предложишь приехать Или кто-то, увидев нашу любовь и талант И будет стражен масштабом И даже немного будет завидовать нашим фото Скорее всего, одна из моих малочисленных бывших При таких глупых мыслях Я перевешиваю браслет на другую руку Ведь в этих мыслях нет тебя Ты это знаешь Я должен носить его 21 день На одном верном запястье Не перевесив ни разу За день я перевешиваю его Двадцать один раз Или двадцать одну тысячу раз Если б я считал Я б только это и делал По выходным я ухожу гулять в лес На лосиный остров И я иду и не думаю о тебе Иду и не думаю о тебе Иду и не ду Резинка на моих руках Летает туда и обратно В Москве так много прохожих Здесь их немного меньше На выходные сюда приходят гулять На лыжах с детьми, с собаками С целью не думать о ком-то Не думать Постоянно встречаешь глаза С равным объемом боли Я перевешиваю браслет С той же чистотой С которой случаются встречные Кто-то может подумать Что я так считаю прохожих Маленькие совпадения Бывают весьма забавны Я помню, как ты смеешься Как говоришь, как дышишь Как гениально пишешь Как смотришь меня насквозь Все эти твои совершенства Висят на моем запястье На тонком худом запястье И я не могу ответить На левом или на правом Браслет в данный момент Как-то гуляла я по лесу И встретила внезапно принцессу Она была без эксцессов Но с принципами Мне говорит, нужно коня А на нем принципы Что бы катал меня день ото дня А вы ему будете изменять? Нет Что вы? У него строгий зят Любит метко стрелять Как увидит чужой постель И так сразу пристрелит Лесякого судебного процесса Я не выдержу такого стресса В общем, порядочная Принцесса Девушка шагала по городу А за ней тянулся шлейф От ее ворота Духов с сыною Дорого Для самых нежных шей Девушка по городу шагала А за ней бежали шакалы Хвостами друг к другу махали Бежали за шеей с духами И тут девушка ногу подвернула И рухнула с ног Как пьяный со стула И запрыгалась Как в сетке акула А шакалы, что сзади шагали Накинулись, носели Как дети на карусели И всю девушку съели Съели до самых носков Оставили только шею Жаль стала Духов Вот допустим Парень и девушка поссорились И такое друг другу наговорили Что только близкие могут наговорить И он и набирает И сбрасывает тут же Потому что сам не понимает Зачем звонит То ли прощение попросить То ли в любви признаться То ли еще чего такого обидно Сказать Наорать в эту телефонную трубку Потому лучше сбросить А она ждет его звонка Пусть хотя бы наорет Ну лучше конечно прощение попросит Но пусть и наорет Тоже ведь она виновата Только не вот это вот ожидание дурацкое Сколько можно уже И тут она наплевав на всю гордость Гендерные стереотипы Берет и сама звонит А он все так же награет И сбрасывает Почти не глядя на дисплей И вдруг ее входящий Но он уже заученное движение пальцев Основить не успевает И случайно сбрасывает не свой А ее вызов И пауза И тишина Она стоит оглушенная Этими длинными гудками Резко перешедшие в короткие Сбросил Он Меня Сбросил Сначала она думает Точно расстанется Нет, грустно Сначала она думает Вот сука И всякие слова нецензурные Нет, грустно Сначала она думает Вообще так Ой Потом все слова нецензурные Потом что точно расстанутся А потом вдруг думает Что ведь сама виновата в этой ссоре Ну не полностью Но отчасти И он всегда звонит Самый пытается Наши отношения сберечь И всегда навстречу идет сам А я ему уже весь мозг вынесла Он так может совсем от меня уйти Эти мысли проносятся в одну секунду А в следующую Она ему опять звонит И торопит сотовые волны Вот так А он Так живо представив Сначала выдает Ой Потом все эти слова нецензурные Потом что Расстанемся Стал немножко по-другому за нее Ее мысли в своем аналоге думать Он ведь ей Он же Сам в этой ссоре виноват Он ей все мозги уже вынес Своими нервами Нервы все Своими заскоками истрепал Она же так может совсем его бросить И правильно сделать И в следующую секунду она звонит И торопит сотовые волны Вот так И вот у звонка в небе сталкиваются И друг друга гасит И опять тишина И опять или секунду думают Самые ужасные мысли Снова друг другу звонят Вызыв у кого-то доходит И оба вместо Алло, привет Или нецензурных слов Говорят одновременно хором Прости меня, пожалуйста Прости меня, пожалуйста Спасибо На балконе двое Игулки праздник за спиной Там смешанное в пространстве узком Московский с русским Пенс ламбруска Хип-хоп и хохот Хайп и вой Вот это все А здесь иное Здесь говорили на иное Он теребил защелку рамы И в голосе его был нерв Он то ли выпил То ли тунул Он говорил о чем он думал Она смотрела будто вне Но говорила с ним на равных А тайных ранах на равне А потому мне все приелось Жена и дети Страсть и злость Работа, дом Вот этот галстук Ты чувствуешь, что все угасло? Угасло нет Обрубалось А, дюльтер? Мешает верность? Скорее трусы жизни в росте Знаешь, у меня все так же Носки, уборка, ляск ножей Наверняка мытье посуды Да бог бы с ней Нытье повсюду Во всем, во всем один сюжет А жить и другим? Не знаю даже Нет разницы в носках мужей А если бы раньше нас связало? А может нам бы повезло И две вселенных на балконе Вот-вот соединят ладонь Гул голосов, обрывки слов За это стыдно будет завтра Не отвечай на этот зов Клиент прислал нам, ну, такое Девчонки, а Бакарди, все Мне не зашел последний бак Сказали прямо больше, а да Я за такое сразу все А куда девались эти двое? Вы что, вы вроде есть? Васек? Они застыли на балконе О чем-то важном докурив Два самых близких незнакомцев Взаимно тьма Тускнеют кольца Мы про одно, волна и риф Мы об одном Корабль томит И праздник за спиной двоих шумел И бился, вспоминая хип-хоп И хохот, хайп И вое, горела жизнь Как чей-то джоинт И двое, позабыв чужое Обнявшись, плыли над Москвой Поехали домой, родная Поехали домой, родной А вот дружили долго два человека А потом влюбились Но у них уже столько дружбы Что свойствует в нее Ни пробраться, ни пролезть Это как с английского языка Перейти на язык немых В одну секунду Еще и лицо сохранить Но оба чувствуют, что пора А сказать друг другу напрямую Об этом не могут И тогда они начинают Переписываться статусами То есть не писать письма личные А публиковать такие загадочные Посты в социальных сетях Как будто бы для всех Но на самом деле Целевая аудитория у этого поста Очень узкая Один человек Вот она ему пишет Настолько срослись одним детством Что вместе не лечь, не раздеться Называться нельзя друзья И за руку взять нельзя В плотной неловкой тьме кинозала А только на остановке До завтра Не рискнуть Не запнуться песней Не уснуть Не проснуться вместе Ни вперед, ни назад А только разок в глаза Да так отражаться Что чуть не упасть Удержаться Вдоль краешков губ Что не узнанно Ни скрипок, ни труп Ни клавиши в музыке Что делать? Ходить друг за дружкой Шептать на ушко Что-то из смятого сборника Сплети на лете 2005-го А после его все остров снесен У него работа У нее кто-то возле В принципе все И вот она смотрит За грань зеркала С жалостью, жадностью И видит его глаза И сама отражается А он это читает И конечно все понимает И волнуется И радуется одновременно И пишет ответ ей Ну то есть не ей А всем у себя на стене Но на самом деле ей Я бы не тронул Твой подбородок Тонкие дуги Кружево-ребер Кучу заколок Из хрупких коробок Я с тобой робок Будто бы робот Я бы не тронул Безвестные природы Звезд твоих родинок Нерва Порока С бездну непройденных Венок и тропок Я бы не тронул Я с тобой робот Бог бы не тронул Посохом брода Взрыв водородный Торнадо в Торонто Кучу заколок Из хрупких коробок Прочий порядок Подобного рода Все потому что Твой подбородок Все от того, что твой подбородок Видишь твой образ Пропасть подробно, каждый будь бог Он ребенок на бок, а вмиг с тобой робок Будто бы пробок Она читает это, закусив губу чуть ли не до крови И все у нее внутри так трясется И тогда она собирается с последних сил и пишет ему Ну, то есть не ему, а всем, но ему Конечно же ему Молчать о тебе, молчать Печаль отличая, остея Амур тянет руку в колчан Рука не находит стрел Все стрелы вошли в сердца Молчать о тебе без конца, бессильно Беззвучно, без дна Возвав молчание в культ Всего тебя опознать без слов По немому кивку Молчание на то и дано, что в нем отсутствует дно Вести молчание к тому, чтобы стать Немее не вы, чтобы в этом молчании Амур не смело пустить тетивы Раз было предрешено Отречься доли ушной Погибнем одной тишиной Сроднимся одной тишиной Тогда он вообще чуть ли не с ума сходит На стенку лезет И пишет ответ ей, ну то есть на стене у себя Но ей, ей конкретно и вот так Жизнь моя Моя ликование Руки рек пролей в рукава Моя боль моя Моя рукава И умолкай, не договаривай Берег мой, июлевый обморк Мой июль Юное облако Порозень на зубок В песну аспуку Не сбегай, не спеши Запастывай тишь Моя тайкова Истолкованна Вышина Исконно Искомая жизнь моя Моя бестолковая Выйдешь, ты кончится комната Свет очей Ливнями Выколот Ночь ночей Молитва Религия Шепот мой Летняя Ладная Омут мой Моя ненаглядная Быль моя Мое толкование Умолкай Не договаривай Она ничего не пишет Молчит Он думает, может не заболела Не увидела Да нет, была онлайн Семнадцать минут назад Он щелкает мышкой Обновляет без конца Все ногти Изгрыз ничего А потом раз Лайкнула Его старое фото И тогда он совершает Самый безрассудный Самый безбашенный Самый глупый поступок В своей жизни Он пишет ей в личку Привет! Как дела? Что делаешь сегодня вечером? Ну а что там дальше? Я не знаю Спасибо